По данным территориального центра социального обслуживания населения, в Брестской области проживают около 110 тысяч одинокопроживающих пожилых граждан, 6907 одиноких и одинокопроживающих инвалидов первой и второй группы. Всем им во время пандемии коронавируса необходима помощь и дополнительная поддержка. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует отказаться данной категории граждан от посещения мест большого скопления людей. Мы оказываем доставку продуктов, прием заявок на выполнение тех или иных просьб нашего населения. Мы включились полностью в эту работу. Причем я хочу здесь сказать, что мы оказываем конкретную помощь одиноким и одинокопроживающим гражданам пожилого возраста и также инвалидам первой и второй группы. Поступающие заявки мы региструем в определенном журнале, который у нас разработан, где мы пишем полностью информацию о заявителе. Выполнять поступающие заявки соцслужбам помогают волонтеру из Белорусского общества Красного Креста и Белорусского республиканского союза молодежи, с которыми налажено тесное взаимодействие. Добрый день, вас приветствует молодежная линия Барсе. Адрес, на который необходимо отправиться, передается волонтерам. Главная цель организованной горячей телефонной линии – оказать помощь. Поэтому ребята готовятся к исполнению каждой просьбы тщательно. Они используют все необходимые средства индивидуальной защиты – перчатки, маски, антисептик, чтобы не стать переносчиком инфекции. Брестская организация Белорусского республиканского союза молодежи, как и в целом, наверное, вся республика, собрали неравнодушных ребят, волонтеров. Обязательно, конечно, это у нас совершеннолетние люди. Это студенты, это студенты университетов, СУЗов, это работающая молодежь, которые неравнодушны к этой проблеме и которые готовы помочь одиноким пожилым. На данный момент у нас сформировалась команда из 20 ребят, которые готовы в любой день помочь, в любое время. Список необходимых продуктов и лекарств, которые нужно купить, у Павлины Матвейчук на готове, как и деньги, на которые волонтеры должны все приобрести. Несмотря на свой солидный возраст – 92 года, Павлина Тарасовна хорошо себя чувствует и ходила бы в магазин сама. Но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире она на время отказалась от посещения мест большого скопления людей, а потому женщина нуждается в помощи волонтеров. Очень приятно. Закупили, принесли, пользуйся только, не беспокойся, что надо самому идти и так дальше. Я очень благодарна вам, что вы сделали сегодня для меня такое удовольствие. Горячие телефонные линии действуют во всех, без исключения территориальных центрах социального обслуживания населения региона в связи с пандемией коронавируса. Линии работают с 9 до 18.00 в будние и выходные дни. Специалисты напоминают своим абонентам о соблюдении мер профилактики, а также информируют о возможности помочь в доставке товаров первой необходимости.